Урок 1.4. Работа со слоями. Добавим в композицию слой сплошного цвета. Если команда меню Layer New Solid – слой новый сплошной недоступна, сделайте активной палитру Composition – композиция. Выполните команду Layer New Solid – слой новый сплошной. Или нажмите сочетание клавиш Ctrl-Y. Появится окно Solid Settings – настройки сплошного слоя, в котором нужно указать некоторые параметры создаваемого слоя. В поле Name – название, введите имя создаваемого слоя – красный. По умолчанию предлагается создать слой по размерам кадра. Для наглядности примера уменьшим размеры слоя. В полях Width – ширина и height – высота, укажите размеры создаваемого слоя. Мы создадим небольшой квадрат, поэтому в оба поля введите значение 300. Название слоя красный, поэтому присвоим ему красный цвет. Щелкните на образце цвета в области Color – цвет окна Solid Settings – настройки сплошного слоя. Появится окно Color Picker – выбор цвета. Щелкните на любом ярко-красном участке и закройте окно Color Picker – выбор цвета. Если вы все сделали правильно, образец цвета в окне Solid Settings – настройки сплошного слоя станет красным. Закройте окно Solid Settings – настройки сплошного слоя, нажав кнопку ОК. Посмотрим, что изменилось. Первое, что вы видите – красный квадрат по центру кадра на экране палитры Composition – композиция. Это и есть изображение созданного вами слоя. На палитре Timeline – монтажный стол. Появилось схематическое изображение слоя. В левой части палитры отображается название слоя «красный», а в правой – красная полоса длительностью 5 секунд. В верхней части палитры Timeline – монтажный стол. Расположена шкала времени. Слева от названия слоя на палитре Timeline – монтажный стол находится треугольная кнопка, которая позволяет раскрыть или свернуть слой. Рассмотрим содержимое созданного слоя. Нажмите треугольную кнопку слева от заголовка слоя «красный». Под его заголовком появится строка Transform – трансформация, слева от заголовка которой также находится треугольник, говорящий о том, что данная строка является группой. Щелкните на этом треугольнике. Под строкой Transform – трансформация появится 5 основных свойств трансформации. Anchor Point – точка привязки. Это координаты точки привязки слоя, относительно которой будет изменяться масштаб или вращаться изображение слоя. Position – позиция. Это позиция точки привязки слоя в кадре, а значит и позиция изображения. По умолчанию она установлена в центре кадра. Свойство Scale – масштаб, как понятно из названия, позволяет изменять масштаб изображения слоя в кадре. Rotation – вращение определяет угол и количество полных оборотов изображения относительно точки привязки. Opacity – непрозрачность позволяет изменить степень непрозрачностью слоя. По умолчанию она равна 100%, что означает полную непрозрачность слоя. В право от названия каждого свойства находятся поля, в которых указаны соответствующие им значения. Эти значения можно изменять, тем самым регулируя размеры слоя, его положение в кадре или прозрачность. Более глубоко свойства трансформации слоя будут рассмотрены позже, а сейчас свернем слой. Вернемся на палитру Composition – композиция. У вас есть кадр с размерами 720 на 576 пикселов. По центру кадра располагается квадрат – это созданный вами сплошной слой. Размер стороны квадрата составляет 300 пикселов, поэтому вокруг него вы видите черные поля – это незаполненные участки кадра. По периметру квадрата расположены маркеры, с помощью которых можно изменять размеры слоя, а в центре находится точка привязки. Маркеры и точка привязки отображаются только когда слой выделен. Для выделения слоя нужно щелкнуть на его изображении на палитре Composition – композиция, или Timeline – монтажный стол. Для снятия выделения щелкните на любом другом участке палитры. Добавим еще один слой, чтобы наглядно продемонстрировать взаимодействие слоев. Создадим такой же квадрат, только синего цвета. Рассмотрим другой способ вызова окна Solid Settings – настройки сплошного слоя. Щелкните правой кнопкой мыши на пустом участке палитры Timeline – монтажный стол, под заголовком слоя – красный. Появится контекстное меню. В нем выберите New – Solid – новый – сплошной. Откроется уже знакомое вам окно Solid Settings – настройки сплошного слоя. В поле Name – название укажите имя создаваемого слоя – синий. Задайте ширину и высоту. Щелкните на образце цвета в области Color – цвет, и в появившемся окне Color Picker – выбор цвета – укажите синий оттенок. Закройте окна Color Picker – выбор цвета и Solid Settings – настройки сплошного слоя. Теперь на палитре Composition композиция отображается синий квадрат. Красный квадрат по-прежнему содержится в кадре, но скрыт под синим. Взгляните на палитру Timeline – монтажный стол. Слой синий располагается над слоем красный. Порядок следования слоев можно изменить. Переместим слой красный так, чтобы он располагался над слоем синий. Установите указатель мыши на заголовке слоя красный. Нажав и удерживая кнопку мыши, перетащите указатель в позицию над заголовком слоя синий. Над слоем синий появится тонкая черная линия, показывающая, куда будет помещен перетаскиваемый слой после того, как вы отпустите кнопку мыши. Отпустите кнопку мыши. Теперь слой красный является верхним, а в кадре вы видите красный квадрат. Синий квадрат сейчас расположен под красным. Сместим один квадрат в сторону. Выделите слой красный. Вокруг красного квадрата появятся маркеры. Установите указатель мыши на красном квадрате в кадре палитры Composition – Composition. Нажав и удерживая кнопку мыши, переместите указатель вправо и вниз. Квадрат будет перемещаться вместе с указателем. Отпустите кнопку мыши. Теперь в кадре видны оба квадрата, а часть синего квадрата частично перекрывается красным. Изменим степень непрозрачности слоя красный и посмотрим, как это повлияет на общее изображение. Убедитесь, что слой красный выделен. Раскройте слой красный с помощью треугольника слева от его названия. Установите указатель на значение 100% справа от строки параметра Opacity – непрозрачность и щелкните кнопкой мыши. Измените значение на 50%. Теперь красный квадрат стал полупрозрачным. Его цвет несколько изменился, поскольку сквозь него просвечивается черный фон экрана. Кроме того, под красным квадратом видна ранее скрытая часть синего. Для закрепления материала добавим в композицию еще один слой – текстовый. Выполните команду Layer – New Text – слой – новый текст. Автоматически будет выбран инструмент Horizontal Type – горизонтальный текст, а в кадре на палитре Composition – композиция появится курсор ввода текста. Введите с клавиатуры любой текст. Выберите инструмент Selection – выбор, чтобы закончить ввод текста. Вокруг набранного текста появятся маркеры, с помощью которых можно изменять масштаб текста. На этом урок завершен.